Что читает современная ставропольская молодежь и читает ли вообще? Этим вопросом задаются многие родители, которым кажется, что их ребенок бумажные книги точно не открывает. Но это далеко не так. И более того, в Крае уже много лет проводится ежегодный фестиваль фантастики. О литературе и не только мы сегодня и поговорим. Я Анна Поляруша, вы смотрите Актуальное интервью. Рада вам представить наших гостей Лариса Семченко, заведующая отделом художественной литературы Ставропольской краевой библиотеки для молодежи имени Слядневой и Марина Андриенко, заместитель директора библиотеки. Добрый день. Добрый день. Первый мой вопрос насчет того, читает ли молодежь и что, если читает? Читает достаточно разнообразную литературу и классику и, конечно же, фантастику. В основном ориентируется молодежь на фантастические истории. Также так называемый жанр young adult очень популярен. Это что такое? Это подростковая литература. То есть переводится как молодой взрослый. То есть это не совсем ребенок, не совсем взрослый человек. Это примерно 16+. То есть эта литература содержит романтические истории, приключенческие истории. И мы как раз таки, наша библиотека ориентируется на подобную литературу для привлечения молодежи. Но привлекать получается? Получается. Тогда начнем с такого вопроса. Я знаю, у вас совсем недавно открылся или вот только-только открывается на стадии буквально разработки, находится некий литературный клуб. Что это за клуб? Название у него «Оциум», что означает само название? Расскажите о клубе. Да, такое название мы выбрали, потому как это достаточно интересный абстрактный латинский термин. Он содержит множество значений, но в первую очередь означает досуг, культурный досуг. То есть досуг от работы, в течение которого можно заниматься академическими знаниями, содержать прекрасное или изучать философию и литературу. То есть это досуг с пользой. Поэтому мы решили назвать наш читательский клуб в библиотеке именно «Оциум». А у читательского клуба, кроме названия, что-то уже появилось? Уже первые участники клуба, наверное, есть? Встречи уже были или нет еще? Да, конечно. Первая встреча была 4 марта. Куратором клуба является профессор СКФУ, доктор филологических наук Иванова Ирина Николаевна. И на первой встрече мы обсуждали роман, который мы решили выбрать достаточно случайно, так как необходимо было задать какую-то тему для того, чтобы разговорить участников. И первый роман был «Роман «Что делать?» Чернышевского». Это достаточно непопулярный, неактуальный сегодня роман, но мы заметили, что молодые люди интересуются этой литературой. Поэтому выбрали именно это произведение. И надо сказать, что практически половина участников этот роман уже читали. Поэтому обсуждение было вовлеченное, интересное. Продлилось заседание около двух часов. Ребята не хотели расходиться. И в завершении определили следующее произведение, которое мы будем читать, уже читаем в этом месяце. Это роман Достоевского «Бесы». И следующее заседание состоится 4 апреля 18.30. Поэтому всех желающих приглашаем. Если есть желание обсудить эту тему, этот роман, то нет ограничений по количеству мест. То есть можно, конечно, подать заявку заранее, чтобы мы знали, какое количество еще к нам вступит в наш клуб. Ну, мы приглашаем всех желающих поделиться также и своими литературными предпочтениями. Потому как впоследствии, то есть в конце заседания мы определим, какое произведение будем читать в следующий месяц. То есть «Бесов» — это не преподаватель выбрал, не руководитель литературного клуба, а сами ребята изъявили желание? Да, совершенно верно. То есть мы даем полную свободу для выбора литературного произведения. То есть в процессе обсуждения решили, что было бы правильным, можно так сказать, рассмотреть историю России конца 19 века, начала 20 века, вот эти революционные события с другой точки зрения. Потому как Достоевский дает противоположную точку зрения на революционные события в России. И эту тему именно как раз-таки выбрали ребята. Я правильно понимаю, даже если ребенок, ну молодой человек, сейчас возраст тоже расскажете, какого возраста участники клуба, даже если он не успел прочитать к назначенной дате эту книгу, возможно, до конца не дочитал или вообще еще не открыл, он может прийти и поделиться какими-то своими предпочтениями, рассказать в своей любимой литературе. Можно так, не читая, прийти? Да, конечно. То есть он может познакомиться с этим произведением, послушав высказывания других участников. К тому же, как я уже говорила, куратором является профессор СКФУ, доктор филологических наук, который направляет ребят, который поясняет. То есть это не совсем лекция, это лекция в виде диалога, в виде обсуждения. И впоследствии, да, можно высказать свои личные предпочтения литературные и выбрать другое произведение. Возможно, это даже может быть не произведение, это может быть направление в литературе, это может быть, например, какой-то жанр, если ему интересно, в том числе, например, фантастика или детективы. Это все в процессе обсуждения. То есть суть читательского клуба – свободная тематика, возможность выбора. Какого возраста участники клуба и есть ли ограничения нижняя планка, верхняя планка? Ну, желательно, конечно, 16+, потому как все-таки темы обсуждаются достаточно серьезные. Цель литературного клуба как раз-таки ответить на сложные вопросы для себя. И для этого как раз-таки поможет Ирина Николаевна, которая является профессором. Она работает со студентами, то есть может направить в правильное русло мысль читающего человека. В основном 16+. Какие еще мероприятия у вас в библиотеке проводятся? Помимо фестиваля фантастики, о котором мы тоже поговорим, что еще проходит интересного? В чем можно поучаствовать? Ближайшее мероприятие, которое мы планируем, это будет мероприятие в формате открытого микрофона, называется «Стихия». 21 марта отмечается Всемирный день поэзии, и мы предоставляем возможность молодежи выразить себя, прочитать любимые стихотворения, прочитать собственные стихотворения молодых поэтов у нас в городе немало, которые к нам приходят и делятся своим творчеством. Помимо поэзии можно также поиграть на инструментах, если есть такое желание, то есть исполнить какую-то любимую песню. Это открытый микрофон, поэтому приглашаем всех желающих 21 марта в 17.30. Вы мне еще за кадром сказали, что у вас будут проходить какие-то мероприятия для любителей комиксов. Пожалуйста, для наших юных зрителей. Расскажите, что это? Ну, мероприятия пока еще не намечаются. Мы хотим только для начала, мы только их получили, они еще у нас не стоят в фонде, и как только мы получим поступь, это фонд данной литературы, естественно, мы сделаем такое открытие прям комикс-центра с приглашением, естественно, всех желающих тоже. Вся будет подробная информация, когда будет это планироваться в наших социальных сетях и на нашем сайте. Ну, прийти можно будет в костюме? Это любимое для поклонников комиксов. Это только мы приветствуем, конечно, можно. Хорошо. Что касается фестиваля фантастики. Расскажите о нем. Как давно он появился в России, в Ставропольском крае? Что он из себя представляет? Ну, в 1994 году в юношеской библиотеке, тогда еще наша библиотека называлась именно так, это я уже в дальнейшем она называлась «Библиотека для молодежи» имени Валентины Ивановны Слядневой. Проходили в декабре месяце дни фантастической литературы. И именно тогда, видимо, зародилась идея провести такой фестиваль. И на первом фестивале, который проходил, пришло более 70 работ литературных именно читателями нашей библиотеки. И к этим работам также прикладывались и рисунки, как такие небольшие иллюстрации рассказов. От этого, наверное, и пошла уже в дальнейшем идея то, что сделать живописные произведения, как еще одна номинация, и декоративно-прикладное творчество, как тоже плюс еще одна номинация. Но это было вплоть до прошлого года, 21-го. Сейчас, в 22-м, у нас положение, естественно, изменилось. Чем? Что изменилось в фестивале? Что поменялось, добавилось и почему поменялось? Ну, наверное, вот, если брать название, перезагрузка, фазовый переход, наверное, перезагрузка произошла, в принципе, во всем, что касается фестиваля фантастики. У нас добавились новые номинации. Это комикс, фэнтези, графический дизайн, фотокосплей. Раньше у нас этого не было. Это все объединено в арт-творчество и литературное творчество. Теперь у нас две номинации, но именно арт представлен более широко. Как подать заявку? Как поучаствовать? Заявка закреплена также на нашем официальном сайте положения. Полностью с ним можно ознакомиться. Единственное, есть возрастные ограничения. У нас идут от 12 до 35 лет. это. Ну, даже если молодой человек или девушка не вошли в возрастные ограничения, то ничего страшного. Работа в любом случае оценивается. Мы ее принимаем. Мы никогда не оставляем ее без внимания. И тогда в любом случае это будет приз или от библиотеки, или приз зрительских симпатий. Так, ну, организатор самого фестиваля именно библиотека, правильно, выступает? Да. Какие-то еще у вас помощники, участники есть в его организации? Ну, наши учредители – это Министерство культуры Ставропольского края. И поддерживает наверняка и призами в том числе победителей, или что получат те, кто окажется лучшим в своей номинации? Ну, поддерживает и призами, поддерживает информационно. Большая очень поддержка от Министерства культуры у нас идет. И плюс спонсоры, естественно, выступают. Сколько работ уже, может быть, поступило? Ну, я могу сказать только за арт-творчество. Около, если быть точно, 29 работ. Здесь и косплей, здесь и живопись, и декоративно-прикладное творчество. А вот эти вот минувшие два года, когда пандемия наложила свой отпечаток на работу многих учреждений, в том числе библиотек, как-то поменялся фестиваль? Возможно, в онлайн-пространство вы ушли или проводились как есть? Мы, единственное, если мы раньше приглашали абсолютно всех участников, которые нам привозили работы свои, то в прошлый год мы приглашали только победителей. Единственное, мы сократили, конечно, число участников до того, чтобы пригласить. Но те, кто просто участвовал, естественно, они остались без внимания. Им были отправлены дипломы участников конкурса фестиваля фантастики. В этом году сам фестиваль, он проводится в течение одного дня или чуть дольше? И что будет на самом фестивале? Ну, кроме того, что соберутся все участники? 10 апреля у нас будет награждение, церемония награждения победителей конкурса. До этого у нас будет фантастическая неделя. Мы от традиций самого первого конкурса не отходим. Также у нас будет фантастическая неделя. Что проходит на фантастической неделе? У нас будут фантастические выставки, у нас будут мероприятия, посвященные фантастике. Это встреча, мастер-классы по живописи с известными художниками. А что самое любимое среди ваших читателей в плиотеке в рамках фестиваля? Из мероприятий? Из мероприятий, да. Больше всего участников собирается на каком этапе? Ну, прохождение мероприятий непредсказуемо, всегда по-разному. Они иногда приходят просто на мероприятия, но когда выставлены все работы, где можно с ними познакомиться, посмотреть. И также литературно-творчество у нас представлено, что можно в течение года потом приходить и листать все работы, брать с собой и знакомиться с творчеством молодых ребят. Там потому что и стихи, и более такие глобальные рассказы, которые могут достигать и ста листов. Такие прям... Целые романы. Да, целые романы, которыми потом можно наслаждаться. И сам, наверное, процесс того, что перед мероприятием они могут погрузиться в данное творчество, посмотреть, как это все проходит, и не бояться, самое главное, представлять себя. У вас много участников, которые из года в год посещают фестивали, которые ежегодно подают свои работы, где-то выигрывают, где-то не выиграют, но постоянные. Есть такие участники? Или каждый раз новые? Была у нас в том году Беспалова Анастасия, она участвовала несколько лет подряд. Пока еще в этом году не подала заявку, но у нее есть время на это. Сидельникова Есения, Сидельников Михаил, помню их по прошлому году, и Нискребин Никита, он со Шпаковского района тоже в том году участвовал. В тот раз он принес самую первую работу, это было декоративно-прикладное творчество, к сожалению, название не помню его работы. То есть большая часть участников – это каждый год новые молодые люди, которые приносят свои работы. И работы все абсолютно разные. Вот вроде ребенок из года в год участвует, но работы настолько разные, у него и декоративка в этом году, в следующем году живопись. И ты думаешь, ну, наверное, в следующем будет, наверное, рассказ или стихотворение. Даже такое бывает, что в разных себя жанрах могут проявлять. А были работы или участники, которые вам особенно запомнились? Может, кто-то в дальнейшем продолжил некий свой фантастический путь и еще куда-то отправлял тот же роман, например, написанный? Кто-то пытался издаваться, публиковаться? Или да хотя бы в рамках школьной какой-то газеты печатал себя? Если я не ошибаюсь, в том году отправлялся на конкурс в российскую государственную библиотеку произведения, написанное нашей участницей, которая у нас принимала участие в конкурсе, в фестивале, именно на Москву. Но у них, по-моему, если я не ошибаюсь, была именно посвящена космосу. Тема космоса была. И там она заняла тоже, ну, места, может быть, нет, уже не могу точно сказать. Но обратила на себя внимание. Но диплом она получила, да. А кроме того, что победил или не победил, допустим, участника, что он получает? Возможно, какой-то разбор своей работы, некие рекомендации от специалистов, на что обратить внимание, с какой стороны подтянуть произведение или рисунок, что немножко поменять? Такая работа ведется? У нас в этом году глобальный список членов жюри. Это члены Союза писателей России. И они, естественно, делают разбор, читая это. Мы отправляем сразу работы после того, как они поступают. Они делают разбор. И уже тогда по электронной почте или как они связываются с участниками, они могут подсказать на те или иные ошибки. Но все равно, что ребята не скрывают, кем или чем вдохновляются, когда даже создают что-то свое? Вот кто сейчас в топе любимых писателей? Что в топе любимых литератур у молодых людей, у тех же участников фестиваля? Какие произведения чаще всего называют? На самом деле сложно сказать, потому как читают и классику, конечно же, классику фантастики и современную фантастику. Например, очень любят Глуховского Дмитрия, Лукьяненко читают. То есть интересуются многим. И, например, также популярное произведение сегодня это «Дюна» после выхода в свет. Фильм, да. У нас очень часто спрашивают. То есть, хотя этот роман был написан в 20 веке, это не современная литература, но на основе этого произведения. И именно фильм обратил внимание на этот роман молодежи. И они пытаются познакомиться с ним именно в книжном варианте. Ну, больше именно современной, вот если о российской фантастики поговорить, больше читают современных писателей? Или в советский период никто не поспорит с тем, что был самый расцвет, наверное, фантастической литературы в нашей стране. Вот что больше в топе? То, что писали тогда или сейчас? Ну, если отталкиваться по живописным работам, которые мы уже зарегистрировали, то в основном ссылаются на Василия Звягинцева. Так как у нас и фестиваль посвящен имени, носит его имя, и иллюстрация по произведению Василия Дмитриевича Звягинцева. По-прежнему кумир молодежи? Ну, получается, да. А как часто вы получаете современную литературу? Ну, вот если мы только в рамках фантастики остановимся. Новые книги, которые издаются у нас, либо за рубежом, в библиотеке можно найти? Да, конечно. То есть мы стараемся пополнить наш фонд самыми последними новинками. То есть если в этом году выходит новая книга писателя, мы обязательно ее стараемся закупить для того, чтобы наши читатели могли возможность не только покупать книги, но и брать в библиотеке современную литературу. То есть очень много именно современной, актуальной литературы, за которой, собственно, к нам и приходит молодежь и не только. Ну, вот молодежь, наверное, не всегда сама и добровольно идет в библиотеку. Приходится ли уговаривать, и не только родителям, вот о чем я уже говорила, но и вы? Какие еще встречи, может быть, интересные мероприятия? Как привлекаете читателей юных в библиотеку? Ну, вот, например, такими мероприятиями, как открытый микрофон, то есть возможность выразить себя, читательский клуб, это возможность также выразить себя, поделиться своим мнением, своими предпочтениями. У нас достаточно обширная программа культурно-просветительских мероприятий, о которых мы всегда анонсируем на нашем сайте. Кстати говоря, у нас появился новый сайт, который можно легко найти, молодежка26.рф. И все актуальные новости по мероприятиям можно увидеть там. Ну, я понимаю, что мероприятий много, часть из них мы уже обсудили, но что из вашего, возможно, любимого того, что проходило за последнее время, что больше всего читателей привлекло, запомнилось и оказалось действительно ярким и необычным? Опять же повторюсь, наверное, это возможность рассказать что-то свое, любимое. Вот открытый микрофон у нас очень любят. То есть мы проводим подобное мероприятие и в Пушкинский день, 6 июня, и в день рождения Лермонтова приходит очень много жителей города, которые хотят почитать стихотворения вслух другим зрителям. И микрофон никогда не пустует, все выстраиваются в очередь, хотят рассказать именно свои предпочтения в литературе и любимое стихотворение. Марина, вы какое мероприятие назовете наиболее ярким? Ну, так как я остаюсь с молодежью пятницу вплоть до 9 вечера, мы играем в интеллектуальные игры по произведениям Пушкина, там сам обманываться рад, есть такие, как и просто мафию мы можем поиграть или обсудить новый фильм по произведению любого автора, который там нашумевший и последний выходит в кинотеатрах. Ну, я с ними каждую пятницу. Единственное, бывает, когда обстоятельства так складываются, что за весь период мы, наверное, только один раз не получилось нам собраться. Это каждую пятницу мы с ребятами. И еще хотелось добавить, что у нас самый такой праздник прошел 8 марта, мы работали, у нас была встреча с Валентиной Гапуровной Дмитриченко, прям с 8 марта мы собирались. Очень интересно, она поделилась своим творчеством, а чтение стихов, это, причем у нее было три блока, и все мы на самом деле провели этот праздник вот с таким каким-то воодушевлением, что не то, что вот мы пришли на работу, а на самом деле мы получили истинное удовольствие от этого. И потом у нас проходила литературная экскурсия, которую проводила Лариса. Нам не помешал ни снег, ни метель, мы преодолели все, замерзли, но мы это сделали. И даже тут с нами были наши читатели и гости, которые звонили и записывались. И для них это тоже не помеха в любую погоду прийти к нам. Поэтому мы никого не заставляли. Как вы считаете, насколько вообще модно сейчас среди молодежи читать книги? Не, ну как, мода всегда была. Единственное, что на самом деле не нужно заставлять никого. Это должно быть сам интерес, проявленный человеком. Сейчас, тем более, очень много литературы, современной литературы и графических романов, да, которые можно приходить, иллюстрированных. Там не просто текст, а там уже и картинка. Если не нравится такой, у нас есть другое, у нас разнообразный выбор. Все для них, приходите. Я не могу не задать вопрос. Рядом со мной сидят библиотекари, две молодых красивых девушки. Как вы оказались в стенах библиотеки? И что вас заинтересовало, почему вы остались, как давно работаете с книгами, с читателями? Ну, я работаю не так давно, как Марина Михайловна. Буквально год. Но могу сказать, что я давно стремилась в сферу культуры, и почему-то мой выбор пал именно на библиотеку. Возможно, это воспоминания о своей библиотеке в детстве, которую я очень любила, куда я ходила, читала книги. И мне захотелось попробовать себя в этой сфере. И нисколько не жалею. Это моя любимая работа. Поэтому... Марина, многие считают, что библиотека – это довольно скучное место, и там молодежи не стоит находиться тем более 8 часов в день. Опровергните, пожалуйста, эти слова. Ну, иногда не 8. Иногда, вот видите, приходится до 9. Да даже не приходится. Это только, ну, по-молодежному скажу, с кайфом проводим время. Я полных 16 лет работы в этой библиотеке. Я как пришла, это единственная запись моей трудовой книжки. Так и осталось. Ну, мне нравится. На самом деле нравится. И помогать всем нравится. И с читателями общаться нравится. И с молодежью в том числе. Нас молодежь, наоборот, заряжает этим. Они активны, им все интересно, что-то новое. Они сами нам дают идеи, там, подсказки. А давайте вот так. Все равно у них мышление немножко уже другое. Такое более, не знаю, креативное. Они нам сами иногда подсказывают. А вот давайте соберемся еще и в четверг. Давайте. Мы только за. Ну, сейчас вот мы определяем, в какой день. Мы еще вот один по понедельникам, ну, не по понедельникам, раз в месяц будет собираться литературный клуб. По пятницам мы играем. И еще мы хотим сделать у нас очень большой фонд грамм-пластинок. Чтобы мы с ребятами также собирались. Им тоже это очень интересно. Некоторые, если взять там совсем, 12-13, они даже, наверное, не знают, что такое пластинка. И как ее можно... Как это работает. Как ее надо повернуть и поставить в этот приемник. Будем также, наверное, ретро-винил у нас, прослушивание грамм-пластинок. Потому что у нас очень много... Это по каким дням? Ну, мы еще не определили. Это тоже будет... Ищите информацию на сайте библиотеки. Потому что у нас и классика есть, и сказки на виниле. Это и рок, это и поп-музыка, и джаз. Выбор большой. А еще, что хотелось добавить по фестивалю фантастики еще с этого года. У нас очень интересная номинация появилась. Именно могут принимать участие сами библиотеки. И тоже они могут... А они в чем соревнуются? Они также могут прислать... Вот уже прислали библиотеки фотокосплей. На сайте у вас потом можно будет посмотреть работу участников? Да, у нас будет выставлено в наших социальных сетях. Это все работы участников, что касается живописи, декоративно-прикладного фотокосплей. Это мы, наверное, сделаем такой небольшой видеоролик. Соберем воедино. И литературные, ну, тоже, думаю, что будем потихоньку выставлять. Спасибо огромное. Наших телезрителей еще раз приглашу на фестиваль фантастики. Напомню, сегодня в гостях программы «Актуальное интервью» были Лариса Семченко, заведующая отделом художественной литературы Ставропольской краевой библиотеки для молодежи имени Слядневой, и Марина Андриенко, заместитель директора библиотеки. Встретимся на своем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова